Рейды налоговой службы судебных приставов и сотрудников администрации проводятся во всех районах города несколько раз в неделю. Список задолжников по налогам велик. Более 500 неплательщиков только в центральном районе. В день представители закона могут обойти максимум 20 адресов, причем большая часть визитов ни к чему не приводит. Найти должника по месту жительства порой сложно. От соседей приставы узнают, что неплательщик, например, уже живет в другом городе. А в некоторых случаях диалог происходит с родственниками должника через дверь. Вы Андрея номер продиктуете, мы сам свяжемся с ним. Я сама не скажу, куда мы принесли. Да, он не придет, если он пришел бы уже. Сознательный долг бы давно пришел бы. Так или иначе, погасить долг все же придется. Вопрос во времени. Если должник никак не реагирует на уведомления, то принимаются меры принудительного взыскания. Списывают средства со счетов или арестовывают имущество. В этом случае срок на погашение долга всего 10 дней. В случае, если он не уплатит, либо в случае передачи этого имущества, отчуждения, растрата, расхищения имущества на гражданина, должника, то есть по исполнительному производству, ответственного хранителя этого имущества, заводится уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации. Недобросовестных налогоплательщиков в Сочи несколько сотен тысяч человек. Большая часть должников по транспорту. А это значит, что многие водители рискуют остаться без автомобиля или будут остановлены сотрудниками ГИБДД, которые напомнят о долгах в самый неудобный момент. И неприятная ситуация гарантирована. Погасить налоги в этом году необходимо до 1 декабря. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.